Расширительный бак На отоплении и люди конкретно спрашивают, где вставить этот бак, куда подключать и объем. Это вот часто встречаются эти вопросы, как рассчитать объем. Расширительный бак в системе отопления должен обязательно быть, потому что его задача убирать объемное расширение воды при ее нагреве. Кто-то скажет, ну и зачем это нужно, можно просто решить вопрос. Ну расширилась, потом ушла. Но это когда у вас там система самая простая, и то ставят все равно баки расширения. Но эта система, которая без расширения, где некуда у вас девать расширенную воду, она работать нормально не будет. Она будет постоянно завоздушенная. Особенно, особенно это плохо для систем отопления закрытого типа. И здесь уже обязательно нужно останавливать мембранный расширительный бак. Мембранный расширительный бак должен стоять, вернее лучше он должен стоять, лучше он должен стоять в самом низу. Почему? Потому что лучше, когда он забирает воду более плотную, без вот этих вот газов, которые выделяются первоначально. И он будет брать ее на расширение. Плюс тому, что обязательно подключаться он должен до насоса. Не после насоса, как некоторые делают. Циркуляционный насос должен как бы тянуть с мембранного бака. И он должен стоять по подключению перед ним. При подключении мембранного бака обязательно нужно предусмотреть его отключение. Для чего? Для того, чтобы можно было сделать ревизию, не ушел ли воздух из мембраны. Соответствует ли его давление, давление системы воздуха имеется в виду. И вовремя, чтобы подкачать, проверить и без слива воды или еще что с системы, все это проконтролировать при замене, если нужно бачка. Объем. Объем расширительного бака учитывается вся система, все что есть теплоноситель в системе. Это котел, трубопроводы, радиаторы, теплые полы. Все, 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 любой объем, все пересчитывается. И берется от 10 до 12 процентов от этого объема, такой объем должен быть объем расширительного бака. Тогда он будет работать корректно. Если взять меньше, то произойдет сброс лишней воды через предохранительный клапан и резкие подъемы давления. Если взять объем расширительного бака слишком большой, то это вам будет накладно. Потому что расширительные баки вообще-то стоят для системы отопления намного дороже, чем те, которые идут на холодную воду. Хотя мы сталкивались с тем, что люди ставят обычные расширительные баки, которые идут для обычной холодной воды. Если у вас, вы гарантированы, что у вас система не будет обратки, не будет перегреваться выше 40 градусов, ну это допустимо. Но никогда нет четкого гарантии, что у вас не будет перегрева обратки. Потому что очень часто тверотопленный котел, допустим, вскипает. Вскипает и он может прогреть всю систему и прогреть очень хорошо. И поэтому подъем температуры выше 40 градусов в обратке возможен. Ставьте обязательно мембранные баки, которые идут для системы отопления. Тогда будет все нормально. Вот так вкратце. Если у кого-то конкретные вопросы по установке, присылайте схемы. Мы вам поможем определиться с этим делом. Всего вам доброго. Продолжение следует...